Всем привет! Через неделю гала-концерт, на который, кстати, с прошлого концерта Фафта взяли инструментал. Это элемент гармонии. Сегодня выступает в ТИТ, и вы чуть позже узнаете, в чем суть. В общем, студенты в ТИТа по вашей пьесе поставили спектакль. Чего вы от них ожидали и что в итоге вышло? Вам вообще понравилось? Какие эмоции? Эмоции самые разные, но если резюмировать, так как это часть большого проекта, и это одна из финальных частей, легкая усталость и удовлетворение результатом в том смысле, что я очень благодарен им, что они, и в первую очередь режиссеру кукольного театра, что они очень внимательно и бережно отнеслись к тексту. Текст очень сложный для восприятия и воспроизведения в том числе, но, как многие мне сказали, несмотря на замедленную ритмику постановки, картинка и сюжетная линия прочитываются, и было нескучно. Это отзывы зрителей, которые мне говорили, надеюсь, не лукавые, а мое личное мнение. Я еще раз благодарен кукольному театру и, конечно, ребятам, что у них это получилось. Они по-своему удивили меня, потому что я не видел постановку, и удивили приятно. Нет, понятно, что переживания были, потому что, во-первых, мы чувствовали очень ответственность. То есть этот проект, он уже, как вы знаете, пять лет ему. И то есть мы не могли плохо выступить. Какие были переживания? Были переживания, что многие говорили, что вот это его постановка, и то, что он еще и в жюри сидит, как ему будет оценивать. То есть даже у нас какие-то мысли об этом были, то, что как он будет оценивать свое же детище, так сказать. Но все равно мы пошли на этот риск, и, мне кажется, риск оправдался, потому что нам было интересно, и думаю, что зрителю тоже было интересно. Так, значит, ты дизайнер моды. Ну, я не одна, нас двое. И как вы это все придумываете? Не знаю, приходит какое-то вдохновение, мы собираемся, думаем, какие-то возможные темы, вдохновляемся дизайнерами, вдохновляемся какими-то вообще фильмами, абстракциями, картинками, и приходим к какому-то общему решению, и так зарождается мода. А почему вы тогда одеты? Почему одеты? Очень много одеты. Ну, это очень распространенное мнение о том, что мода должна быть обязательно сексуальна, какая-то развратная. Ну, нет, мы не считаем так. Скажу честно, многие пытаются экономить таким образом на ткани. То есть чем меньше ткани, тем больше вкладывается денег в моду. В моду, как правило, вкладывается очень большое количество денег, больше, чем на танцы, на другие какие-то вещи. У нас тут веснеется до осени. Мы пытались сделать максимально одетые, но при этом все равно с какой-то ноткой этой развратности к сексуальности. Покажи нам настоящий голос. Вот он такой, какой есть. Как вы придумали эту тему? Ну, вот так вот сидели, думали. А вы знаете, что есть такая страна, где живет одни пони? Она правда есть. Я немного расстроилась. Ой, у вас такой же голос. Да. Так! Ну, ты. И mountains. Б Horizя, вы пора сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok